Приветствую вас, начать мне кажется нужно с того, что вы стали мамой в 21 год и ради своего мужа переехали в село до 1200 километров от города, в Капаром вы жили. Я конечно не знаю, вы можете поправить меня, если я ошибаюсь, но данный поступок свидетельствует о том, что у вас не особо есть, не особо были, может быть были, свои какие-то цели, свои какие-то планы, перспективы и прочее. У меня такое ощущение случилось, что не особо вам все это было нужно, то есть ваша собственная жизнь, ваша собственная реализация, вас не особо волновало. Я конечно еще раз повторю, я не буду утверждать это наверняка, я не буду говорить о том, что я прям как бы это знаю, да, на 100% я не буду утверждать. Но мне думается, что ситуация она вот такая, в частности, вот, и, понимаете, как бы это характеризует вас не самой выигрышной позиции. То есть, как бы вы переехали в село ради мужа. То есть это вы восприняли это действие как своего рода жертву. Вот, какую-то, ну я так, я так понимаю, что вы восприняли это как жертву. Ого. Но на самом деле это был ваш выбор. Только ваш выбор был, например, рождать ребенка. Только ваш выбор был, к примеру, там, ну, жить с мужем в селе и так далее. То есть это было вашим решением. Это, как бы за вас никто это решение не принимал. Вот. И мне кажется, что вот в первую очередь нужно разобраться с этим. То есть, как так получилось, да, что вы, по сути, отказались от всего. Что вы, по сути, ничего своего не имеете, да. То есть, у вас нет ничего своего. У вас нет, там, допустим, карьеры. У вас нет своих каких-то действий, да. То есть, вот. И здесь очень важно понять, в таком вот случае, да, очень важно понять, ну, на мой взгляд, по крайней мере, очень важно понять. Почему вы родили ребенка в 21 год? То есть, вот, что вы хотели от ребенка? На что вы рассчитывали, когда его рожали? Чего вы ожидали? Вот. Мне кажется, что это очень важный момент. Мне кажется, это очень важный момент. Мне кажется, это очень такой принципиальный момент, концептуальный момент. Потому что, напрямую, это зависит от того, как, как вы себя позиционируете. К примеру. К примеру, да. Вот. Дальше. Вы пишите, что ваш муж, это такой, ну, достаточно избалованный человек. Вы пишите, что ваш муж, это такой, достаточно несамостоятельный, зависимый человек. И, как бы, почему-то все равно, не смотря на это, вы с ним живете. То есть, вы его не принимаете. Вы отказываетесь принимать его таким, как он есть. Вы отказываетесь принимать, что он вот такой. Тогда, как бы, он, понимаете как, он, может быть, он не самый лучший человек на свете. Но, вы выбрали его. Вы его выбрали. И, если вы его выбрали, то вам нужно за свой выбор отвечать. А этого, как раз таки, не происходит. То есть, как раз, за свой выбор, вы не отвечаете. Почему-то. Ну, я не знаю, почему. Вы не хотите, вы считаете, что, там, вы не должны отвечать за свой выбор. Ну, я не знаю, может быть, есть еще какие-то моменты здесь. Вот. То есть, на самом деле, разница, ну, разницы здесь никакой нет. Абсолютно. Просто с этим нужно работать. То есть, работать именно над тем, чтобы отвечать за свой выбор. Работать именно над тем, чтобы нести ответственность за свой выбор, да. Дальше. Вы пишите, поначалу все было хорошо. Мы жили с КМИ. Непонятно, что это, что это такое. Он не работал, по причине мама его избавила. Так, если мама его избавила, Виктория, да, ну, я буду так вас назвать, Виктория. Если мама его избавила, допустим. То есть, я вам верю. Мама и мама его избавила. Хорошо. Но если она его избавила, как вы говорите, то как может быть, у вас все хорошо. То есть, о каком тогда, о чем хорошем тогда вообще может идти речь, если мама его избавила, как вы говорите. Вот. Смотрите, какая штука. Так вот, это то, что мне, опять же, непонятно. Это то, что для меня не ясно. Это то, что я вот хотел бы, чтобы вы как-то, ну, чтобы вы как-то прояснили. Я хотел бы, чтобы вы это как-то прокомментировали, да. То есть, что хорошего может быть во взаимодействии с человеком, который априори, да, не несет ответственность за себя. Который априори вас там, ну, не знаю, не ценит, да, там, не любит и так надо. Ну, может быть, любит, но не ценит. Вот. А вы себя с таким мужчиной, женщиной, женщиной, естественно, тоже не чувствуете. Ну, видимо, вероятно. Не знаю. Вот. Так что было хорошо? Или вы считали, что мама, она вот его избаловала, а вы сможете его к чему-то приучить. Вот можете приучить его, там, например, ну, не знаю, вот можете приучить его не быть избалованным. Допустим. Допустим. К примеру. То есть, вот, понимаете, да, ну, ну, на что вы рассчитывали, как бы, уступая с ним отношения? На что вы рассчитывали? Чего вы ожидали? Что вы хотели? Если его мама избаловала, значит, ну, наверное, она там, как бы, какой-то вес имеет, да, ну, для сына своего, для вашего мужа. И, соответственно, здесь момент, опять же, какой, как вы к этому относитесь? То есть, какое у вас отношение, именно, к этому моменту? Вот очень важно, что же, на что вы рассчитывали, да, чего вы ожидали, на что вы надеялись? Как вы хотели, чтобы было? Да? Вот. Что вы делали для того, чтобы было так, как вы хотели? Или как вы хотите. То есть, это соответствующее отношение с мужем, возможно, да, это соответствующее поведение, да, вот, свое. Это соответствующая постановка себя, вот, понимаете? Какая штука. Такая штука. Такой момент. Понимаете? Вот. Ну, ну, на мой, на мой взгляд, по крайней мере, на мой, на мой взгляд, да, вот, это очень важная штука. Дальше вы пишете, что мама вернулась с заработков и начала, значит, устанавливать свои права, где вы вообще, значит, ну, ничего не значите, где вас что не ставят и так далее. Так, опять же, как бы, Виктория, поймите, а чего вы ждали-то от мамы своего мужа? Почему она должна принимать вас такой, например? Почему она должна относиться к вам как-то по-другому? С чего вы это взяли, с чего вы это решили? Я понимаю, что, может быть, вам хочется, я понимаю, но, как бы, такое ощущение, что у вас это достало врасплох. Вот. Дальше. Так. Вернулась с заработок, денег меньше. Непонятно. Написали вы, она совершенно не считается моим мнением, а должна, опять же, вот, как бы, тут вот ключевой момент. Должна ли она считаться вашим мнением? И, соответственно, почему? Вот. Что вы сделали такого, чтобы она считалась вашим мнением? Дальше. Так. Я могу что-то хотеть или иметь какие-то другие заботы, кроме дома, огорода и ребенка. Так, опять же, вы как себя поставили, Виктория? Если вы поставили себя так, чтобы иметь на что-то право, ну, вот, то к вам и относиться будут соответствующие. Если вы себя поставили так, что вы не имеете никаких прав, то и относиться к вам будут соответствующие, опять же. Ну, вот. То есть, тут, тут такая история. Вот. Дальше. То есть, это, понимаете, да, момент? Как вы себя поставили? Это очень важно. Дальше. Так. Постоянные упреки во всем. Я вам постоянно слушаю за деньги, хотя конкретно мне ничего не покупалось и ни на что не давалось. Слушайте, ну, Виктория, я не очень, конечно, понимаю, в каком контексте вы слушаете постоянные упреки. Да, если вы слышите упреки, то в чем вы слышите упреки? Вот. Я не очень понимаю. Это правда. Ну, мне думается, что если вам ничего не покупалось, ни на что не давалось, а когда тогда свадьба и что, вам лучше как бы не делать подарков никогда ничего. То есть, это какая-то немного странная история, на мой, конечно, взгляд. Вот. Если вот ситуация такова, как вы ее описываете, если она такая ситуация, то как вас это задевает? Вот вас конкретно как это задевает, что вам там, допустим, ну, ничего не давалось и ничего не покупалось? Как вас это задевает в таком случае? Вот. И ведь, ну, ведь логично, да, логично предположить, что если вам ничего не покупалось, если вас упрекают ложно, то на это обращать внимание не стоит. Вот. А если вы как бы на это обращаете внимание, если вы обращаете на это внимание, то вас это задевает. Так вот, нюанс, нюанс весь в том, чтобы понять, что конкретно вас задевает. Чтобы понять, почему вас это задевает. Дальше. Все время, когда мой муж хотел взять меня с собой, куда она либо скандалит, либо меняет свои планы и делает так, что она шла. А здесь вы говорите про то, что у вас отношения с мужем вот такие, что вы говорите здесь, что у вас отношения с мужем такие. Что с ним, с ним, вы себя не можете поставить так, чтобы он вас, например, уважал, чтобы он вас, например, ценил, чтобы он вас, например, ну, чтобы он вами дорожил. Чтобы у него было, ну, четкое, четкое понимание, да, того, что можно, допустим, по отношению к вам, а чего нельзя. Тут речь идет, скорее всего, об этом. Скорее всего. Ну, опять же, я так, я так думаю, да, что речь идет об этом. Но, опять же, а при чем здесь его мама? При чем здесь Свекровь? Свекровь, она так себя поставила с ним. Свекровь, она так себя ведет, ну, у них такая модель сложилась, общение, взаимодействие, там, неважно. Да, они так вот, ну, они так общаются, они так себя ведут, вот. Причем здесь она, если речь идет, скорее, о вас, скорее, о том, как вы себя поставили. Как вы себя поставили, как вы себя позиционируете. То есть, вот о чем идет речь, ну, как бы, основная, понимаете? Ого. То есть, если вы себя не смогли поставить так, что муж ваш к вам прислушивается, к примеру. Что ответственная Лиза, это Свекровь, которая просто продвигает свои отношения с ним. С сыном, я имею ввиду. Которая, да, она ревнует, безусловно, она ревнует вашего мужа. Она ревнует, потому что видит, что, ну, видит, как вы, вот, с ним взаимодействуете. Она боится, боится, там, что, ну, к примеру, да, она боится, допустим, что останется одна. Она боится, что он от него уйдет. На этого боится, да, но к вам это все в какое место имеет отношение, опять же. Понимаете? Вот это очень важно. Это очень важно. Чтобы вы для себя вот этот момент поняли, очень важно. То есть, дело не в ней, а в том, как видит ваш муж. И Свекровь вы поменять не в силах, потому что она сформировавшийся человек. А вот вы изменить себя и свою позицию, ну, на мой взгляд, вполне можете, если, конечно, заходите. Вот. И у вас есть все возможности, у вас есть все ресурсы для того, чтобы это сделать. Не только ради себя, но и ради ребенка, который, получается, страдает из-за того, что вы, ну, вы себя не защищаете. Ну, получается так. Я не говорю сильно этого наверняка, да, но вот такая история, на мой взгляд. На мой взгляд. Дальше. Так. То есть, никакого решения мы, как семья, не принимаем. Ну, надо сказать, что вы не можете принять никакого решения, как семья, потому что семьи как-то кого нет. Ну, на самом деле, СМИ как кого нет, у людей, да, есть как бы люди, есть как бы люди и просто люди. И они могут принимать какие-то совместные решения, совместные решения. Вот. Но ни в коем случае не как семья. То, о чем вы говорите, это, ну, это больше похоже на какую-то, на эту, утопию, к сожалению. Вот. Ну, это, ну, это больше похоже на утопию, в каком-то. Вот. Потому что, ну, в жизни так, я бы не сказал, что вас бывает. То есть, в реальности, при здоровых отношениях, именно в здоровых отношениях, лечение принимают 20 человек. Ну, просто вот они и так 20 человек принимают лечение, которое банкротится им обойдем. Они разговаривают друг с другом, они обсуждают и так далее, но, то есть, вот как вы говорите, что мы как семья, вот, но это, на мой взгляд, это не является чем-то, чем-то таким адекватным, понимаете, вот. Я хочу, чтобы вы постарались этот момент для себя понять, вот, он очень важный, вот, и в этой ситуации, вот, вы спрашиваете, что мне делать, да, в этой ситуации, я думаю, что нужно оставить себя, то есть, я думаю, что, если вы, к примеру, перестанете, например, терпеть какие-то вещи, если вы начнете выражать свой процесс, допустим, своему мужу хотя бы, вот, то ситуация уже будет складываться, складываться гораздо лучше для вас, потому что мужчина будет четко иметь представление о том, что он может, что не может, что ему нужно, что не нужно, что нельзя, понимаете, вот. А пока этого всего просто не происходит, то есть, пока я вижу, что вы просто терпите, вот. Так же нужна, на мой взгляд, цель, нужна цель, то есть, нужно, чтобы у вас была цель, нужно, чтобы вы прямо хотели, чего-то, вот, то есть, у вас была какая-то, ну, какой-то овентир, человек, свой, вот, это очень важно, чтобы был ориентир, потому что, если ориентира не будет у вас, то, чтобы ничего не получится сделать, к сожалению. Ну, вот. Надеюсь, вы понимаете, о чём идёт, естественно, нужна цель, вот, вы говорите, я хочу там что-то сделать, а? Что делать? Доделать, чтобы что? Доделать, чтобы что? Доделать, чтобы что? Какая у вас цель? Вот. Вот это важно. Это важно. Вот. Это очень, очень, и очень, и очень важно, чтобы вы для себя этот момент уяснили. Вот. И когда вы это сделаете, когда вы это сделаете, вам уже можно будет помочь. Потому что у вас будут цели, вот, они будут нам, нам эти цели будут понятны, и, соответственно, можно будет вам подсказать, как себя вести для достижения этих целей и что нужно делать, вот. По каждому вопросу вызывают ваши позиции, ваши ожидания, вот. И ответственность, наверное, за то, как вы себя ведёте, ответственность за то, что вы делаете, как вы обеспечиваете, ну, как вы обеспечиваете, значит, ну, свои желания, как вы обеспечиваете свои потребности, ну, вот, вот, пока это, пока это вот так. Такой момент, пока это вот. Вот. Ну, то, что, что я вижу, что-то я вижу, вот. На данный момент, ну, на данный момент, по крайней мере, вот. В дальнейшем, в дальнейшем уже можно будет вам что-то порекомендовать, такое более детально, вот, обращайтесь. Будем разбираться и будем вам помогать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Удачи! 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 Удачи!